Дорогие друзья, у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний, неизлечиваемых современной медициной. Подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео. Благодарю вас за внимание. Дорогие друзья, всем привет! Сегодняшний эфир будет посвящен вот этому маленькому флакончику с замечательной жидкостью такого оранжевого цвета. Это не что иное, как аюридические назальные капли. И капли эти предназначены для лечения достаточно серьезных заболеваний нашей дыхательной системы. История создания этих капель уходит своими корнями в далекое прошлое. И в данном случае я вам показал капли, которые делают аюрведические врачи Таиланда, основываясь на рецептах не тайских. А эти рецепты пришли к нам из древнего Китая. Вообще практически вся азиатская медицина основана на древнекитайской медицине. Но частенько, вы знаете как бывает, люди хотят присвоить себе что-то, что было сделано кем-то когда-то. И не раскрывают полностью состава. Точно так же и когда я начал выяснять по поводу того, а что же входит в состав, мне рассказали о самых обычных компонентах. А самые обычные компоненты это масла, на которых настаиваются травы. А вот 5% входящих в состав компонентов мне тайские друзья так и не рассказали. То есть они отвечают на вопрос, что это секрет фирмы или еще они это называют тай-хербс, то есть тайские травы. Тем не менее, рано или поздно я докопаюсь все равно до сути происходящего. Собственно, почему мне не отвечают понятно, люди хотят сохранить это дело в секрете. Но тем не менее, все тайное всегда становится явным. У меня есть различные способы задавать вопросы за рамки нашего жизненного уравнения, за рамки нашей жизни. Поэтому я докопаюсь до ответов на эти вопросы со временем. Всех вас приветствую, дорогие друзья. Всех вас с днем недели воскресенья. Сегодня день солнца, день Архангела Михаила, чакры Манипуры. И сегодня даже капли такого желтого цвета. Ну, скорее даже, наверное, больше оранжевые все-таки, чем желтые. Но тем не менее. Капли обладают совершенно удивительным эффектом. Я их, разумеется, опробовал на себе. Вот так вот сделал. Их даже приятно закапывать в определенном смысле. Чисто для профилактики. Там содержатся масла, в том числе плая. Нужно их совсем немножко. Нос себя вообще чувствует как новый. После того, как закапываешь. Для чего же эти капли предназначены? Давайте рассмотрим, ну, во-первых, о первопричине, наверное, насморка, гайморита и заболеваний, связанных с соплями. Так или иначе, это невозможность дышать. Это определенные ограничения, которые психика накладывает на себя в рамках существования в этом мире. Для кого и как эти капельки можно применить? Во-первых, конечно, для тех людей, которые страдают синуситом и гайморитом. В различных, в том числе, хронических формах, хроническим насморком. Особенно полезны они будут тем людям, которые, ну, в силу разных причин, сожгли свои слизистые оболочки различными химическими веществами. Ну, например, кокаином. Или еще, я уж не знаю, как там эти наркотики называются, или какие-то другие вещества. А также для тех людей, которые подсели на сосудорасширяющие препараты, такие как семилин, назальные капли есть, различные всякие там галазолины. Сейчас их очень великое множество появилось. Различных капель, которые предназначены для того, чтобы человек стал таким вот аптечным наркоманом. Причем, каждые полчаса требуется делать пшик в нос, или там закапывать, или еще что-то. Люди, конечно, страшным образом мучаются. Слезть с них очень тяжело, очень сложно. В России как-то много лет назад я тоже подсел на этот ксемилин. Я очень долго мучился. У меня вот этих вот замечательных капель не было. Я даже не знал об их существовании. Поэтому я где-то в течение трех недель отчаянно промывал нос Marmaris, что ли она называется. Обычная морская вода в аптеках продается. А также такие капельки, как пенасол. Ну, это обычное эфирное масло ели. Не настолько эффективно работает, как вот эти тайские капелюхи. Но, тем не менее, за три недели я слез. При помощи вот этих капель можно слезть гораздо быстрее, гораздо комфортнее. Не испытывать таких страданий, как испытывают многие, используя химические препараты для того, чтобы облегчить свое дыхание. Поэтому, дорогие друзья, конечно, со стечением времени я докопаюсь до всех травок, которые входят в состав. И сделаю отдельную передачу по этому поводу. Но пока мои изыскания продолжаются, я натолкнулся на стену тайского страха рассказать о том, как они это делают. Предприятие, хоть и небольшое, которое эти капельки делает, это оптичное производство. Ну, по всей видимости, вот они боятся, что кто-то их секрет будет использовать в производственных целях. Поэтому, на текущий момент времени я заказал достаточно большое количество этих флакончиков. Я их отправлю в Москву и отправлю всем тем, кому они нужны. Если кто-то из вас страдает такими болезнями, которые связаны с заложенностью носа, либо с поврежденной слизистой оболочкой носа, то не стесняйтесь, обращайтесь. Соответственно, я вам отсюда пока здесь нахожусь, все это вышло. Здравие тела и ясности ума. Аз есть мсущие здесь и сейчас, делаю то, зачем существую. На экране информация о консультациях и способах связи со мной. Более подробная информация в описании к этому видео. Благодарю за внимание. Здравствуйте, я уже хочу капельки, и что мне делать? Да написать мне в ват... Плюс семь четыре девять девять шестьсот тридцать восемь тридцать один восемьдесят четыре. Вот туда пишите, и будут вам капельки. Поэтому, дорогие друзья, вот этот коротенький обзор я на сегодня заканчиваю. Всем свободного и хорошего дыхания, дорогие мои. Особенно по ночам. Засим. Всех вас люблю. Всех вас целую. Субтитры сделал DimaTorzok